МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальная лига стартует 10 ноября. 6 ноября в борьбу уступят команды высшей лиги. И в ноябре-декабре у нас уже есть график, а дальше уже будем смотреть по санитарной ситуации, эпидемиологической ситуации в стране, и будем согласовывать с правительственными органами, Национальным олимпийским комитетом, Министерством спорта. Попланируем завершить чемпионат в конце марта. На прошлой неделе наша съемочная группа вернулась из Тараза, где проходил Кубок Казахстана. Там перед ней стояли две задачи. Каждый день подробно рассказывать о турнире и своими глазами увидеть, с каким багажом команды подходят к новому сезону. В ближайшие 20 минут краткий гид о том, что изменилось за лето в 7 из 8 клубов Национальной лиги. Возможно, эта программа поможет вам определиться, за кого вы будете болеть в новом сезоне. Если в вас еще не совсем пропал дух авантюризма, то это идеальная команда, чтобы отдать свои симпатии. От нее можно ожидать все, что угодно. Особенно в первых турах чемпионата, когда новые детали механизма еще скрипят и притираются друг к другу. Сыгрались хорошо, давно друг друга знаем. У нас есть свой костяк, мы ходим группой, можно сказать, мы влились хорошо, на площадке тоже нас приняли хорошо. Город тоже хороший, тренер хороший. Ростовщикова, Зацепина, Кушнерова. Добавьте к ним Либера Валерию Рылову, и вы поймете, что стартовый состав Караганды обновился примерно на 50%. И даже теперь, после шести игр на Кубке Казахстана, мы теряемся в догадках, кто в итоге станет духовным лидером этого отряда. Мы в этом году приняли решение играть, не привлекать легионеров, играть своими. Ну, в принципе, сейчас более-менее, как бы сказать, сбалансированный состав, потому что долгое время у меня все же молодежь преобладала, опытных игроков было там 1-2. Сейчас все же, если говорить, да, именно по составу, то, в принципе, как бы правильно состав сейчас сбалансированный. Одна из тактических деталей Караганды на турнире в Таразе – двойная замена с участием связующей и диагональной. Таким образом, в передней линии оказываются сразу три нападающих. При идеальном взаимодействии такая схема может оказаться очень продуктивной. Это не на этот турнир, это, в принципе, я дальше буду вводить, потому что вот я взял девочку молодую, вот, очень перспективную, да, и хочу, чтобы она играла, вот, поэтому надо ей давать возможность играть, да. В данном случае главный тренер Караганды говорит о 17-летней Виолетте Кургович. На турнире она была самым молодым игроком в составе команды. И оказалась очень полезной в сложном 50-м матче против Иртыша. Я не первую игру захожу со скамейки. Было, конечно, изначальное волнение в такие трудные игры заходить, но для этого и есть игра, нужно бороться. Я не просто так выхожу, показываю себя. В этом сезоне мы будем внимательно следить за развитием и Виолетты, и всей Караганды в целом. Пока что отправной точкой сезона для команды Нурлана Садыкова стало пятое место на Кубке Казахстана. Уютная команда, которая избегает резких действий и старается плавно двигаться в нужном направлении. Этот проект вряд ли вызовет благосклонность фанатов последнего танца и эгоистичной философии Майкла Джордана. Он для тех, кто ценит ламповую обстановку и хороший микроклимат внутри коллектива. Даже день отдыха Куаныш провел в режиме тимбилдинга. Команда отправилась на небольшую экскурсию. Мы воодушевились достопримечательностями. Очень интересно было. Экскурсия провели нам. Что видели? Мы видели Тектурмас, Мазали Аиша Биби, Бабаджа Хатун и проехались по дороге Великой Альвири к Мушелковому пути ныне. Ныне дорога в городе Тарас. Никогда не видели, да? Нет, никогда не приезжали. Мы вообще с севера Казахстана первый раз в этом городе. Этим летом красная кнопка тревоги зажглась над первым темпом Куаныша. Полина Костива уже успела обжиться в Усть-Каменогорске, а Валерия Чумак перешла в Жит-Ису. Решение проблемы в команде постарались найти подписанием контрактов с Людмилой Исаевой и Антониной Рубцовой. А уже по ходу кубка на позиции центрального блокирующего активно наигрывалась Олеся Фелдбуш. Скорее всего, местная воспитанница получит немало времени и в национальной лиге. Тут команды посильнее, интереснее, конечно, играть, чем в фарм-клубе или даже в высшей лиге все равно. Но надо работать, смотреть на игроков получше и у них учиться. А так ждем от сезона хороших результатов. Вместо Анны Политанской на позицию основной связующей приехала украинка Оксана Русначенко. А ударную мощь команды увеличила Светлана Порукова. Добавьте к ней Екатерину Михайлову и Александру Мещанинову, и вы поймете, что атакующая линия Куаныша постарается решать все проблемы радикально реактивного енота ракеты. На Кубок мы в первую очередь приехали как сыграться, попробовать наиграть команду, потому что никаких выездных матчей у нас не было. Вот. Ну как, дружеских игр. Поэтому сейчас посмотрим, как пройдет Кубок. А вообще задача в тройку попасть. На Кубке Казахстана Куаныш остановился в шаге от поставленной цели. Команда из Петропавловска заняла четвертое место. Но в чемпионате страны это однозначно. Будет один из претендентов на медаль. Капельку японского колорита в этом сезоне в наш чемпионат добавит Алтай-2. Если вы не так внимательно следите за отечественным волейболом, то тут надо вкратце объяснить, что из себя представляет этот проект. Несколько лет назад в восточно-казахстанскую область приехал японский тренер Шито Коичи. Он отобрал самых перспективных, на его взгляд, детей и начал работать с ними. Теперь эта команда будет играть в национальной лиге. Хотя в силу своего среднего возраста будет считаться явным андердогом. Сегодня в стартовом составе нашему диагональному было 14 лет. Связующему 17 лет. Да и игровщику 16 лет. Либера 16 лет. Средний возраст нашей команды 16,7 года. Наверное, в истории казахстанского волейбола на таком уровне еще не было такой молодой команды. Но даже здесь у нас получается показать нашу технику. Начиная с Хиробуми Даймадсу, у японцев всегда было свое видение волейбола. Поэтому японский тренер Алтай-2 и начал вести проект на уровне детского волейбола. Переучить под его манеру взрослого игрока невозможно. Здесь нужны и фундаментальные навыки, и специальная физическая подготовка. Если честно, сравнивать, да, прям мы видели, потому что реальную японскую команду. И сегодня прям до этого мы не знали эту команду. Они были в высшей лиге, и поэтому немножко было как первый раз, мы их не видели. Ну, достаточно такие достойные девчонки. Они молодые, я думаю, перспективные. Видно, что они отличаются от нашей техники. Ну, прям это заметно со стороны. И немножко не ожидали, что они так прям будут играть. Сыграно, собрано. В этой части программы мы немного отступим от нашей главной идеи рассказать, что изменилось в командах за лето. Так как до этого сами не видели в живую игру подопечных Шито Коичи. Лучше наберемся терпения и посмотрим, что покажет этот проект в ближайшие годы. Моим основным игрокам меньше 19 лет. Наша ближайшая цель – стать одной из сильнейших команд в возрасте до 23 лет. Еще через 3-4 года мы должны будем пробиться на Олимпийские игры. На Кубке Казахстана никто и не ждал, что «Алтай-2» затянет серьезную борьбу кого-то из лидеров национальной лиги. Но если вам близка японская культура, вы цените в первую очередь командные усилия и не ожидаете 7-минутного результата, то можете смело отдавать свои симпатии этой команде. Нынешним летом новости из Павлодара громче всех звучали в отечественном волейбольном комьюнити. Хотя там вряд ли кто-то этому радовался. Проблемы с финансированием привели к тому, что в Тарас приехала по сути совершенно новая команда полностью из местных игроков. «Именно установка вообще в принципе на кубок, так как мы сами высказали, молодая команда, мы впервые приехали. Для начала показать себя, заявить себя в принципе перед самим чемпионатом. Установки я вам точные говорить не буду. Главное отыграть хорошо, показать свою игру». Из прошлогоднего состава на турнире мы увидели только связующий Бадагос Арсинбаеву и Либера Жемелю Даулитхан. Но из угла Павлодарского клуба никто и не думал размахивать белым полотенцем. Как оказалось, у главного тренера Вячеслава Ходуса получилось собрать боеспособный коллектив. Это доказал поединок на групповом этапе против Караганды. Команда из Павлодара Цепко держала мяч в защите, находила варианты в атаке и совсем не производила впечатления простого соперника. В этой встрече Иртыш проиграл в пяти сетах. Но в ближайшие месяцы клуб будет становиться только сильнее. Первые игры было волнительно играть, а потом как-то собрались, потихоньку втягиваемся. Ну, конечно, другой уровень, но мы стараемся. Две победы на Кубке Казахстана и итоговое шестое место намекают на интересный сезон от Павлодарского клуба. Отличная команда для любителей рокки, который выходил на ринг против чемпиона мира без мысли о спектакле. Только бой и ничего больше. Что бывает, когда один толковый специалист собирает 14 серьезных деловых людей? Разумеется, они пытаются сорвать банк. Дэнни Овшин пробовал это сделать не совсем законным способом. А Юлия Толкушева предпочитает волейбольную площадку. И пока все получается очень неплохо. Цели ставим высокие. Как вы заметили, у нас добавилось много молодых игроков из состава высшей лиги дубля. Они потихоньку вольются. Также у нас добавились два иностранных игрока, которые тоже нам очень хорошо помогают. И в будущем, когда мы лучше сыграем, сыграемся, еще будет команда выглядеть более эффективно. Этим летом руководство Алматы не побоялось доверить главную команду связки молодых тренеров – Толкушева-Галаганов. До этого они долго работали с молодежной командой. И знают, на кого можно положиться в национальной лиге. Мы собрались совсем недавно, за месяц до игр. И эта ситуация нестабильная. Будем, не будем играть. И поэтому цели, задачи, я думаю, что войти в четверку для начала. А там уже посмотрим, будет видно. Этим летом Яна Петренко вернулась в команду после декрета. И закрыла опустевшую после переезда Исаева и Рубцова в Петропавловск позицию центрального блокирующего. На связке появилась Наталья Гончарова из Беларуси. В доигровке россиянка Екатерина Старикова, которая пару лет назад давала всей нацлиге угля в составе РТШ. Новый Либера – экс-капитал молодежки Маргарита Клименко. А еще одним громким именем стала Кристина Карапетян. Попала в такой коллектив, где, начиная от команды, от всех игроков, заканчивая руководством клуба, все приняли очень легко, очень, ну, как родную, так сказать. Легко влилась в коллектив. На Кубке Казахстана Алматы словно не заметил трансформацию состава. Команда играла разнообразно и с большой ротацией. Она выдержала пятисетовое выяснение отношений против Караганды, а затем в матче за бронзу справилась с Куанышем. Теперь на повестке дня более крупное дело – попытаться войти в топ-3 чемпионата страны. Мы плавно подобрались к одному из двух главных действующих лиц в сценарии нового сезона. Еще не так давно команда из Талдыкургана во главе с Кариной Шимцевой год за годом методично перемалывала любые попытки навязать ей борьбу. В прошлом сезоне она вновь забралась на вершину Олимпа. После чего многие игроки столкнулись едва ли не с самым большим перерывом в карьере. До карантина уже более протянулся. И все думали, когда же все начнутся. Все это ждали, но у нас не давали разрешения на сборы. Поэтому мы не прошли сборы. И нам немножко на данный момент сложно. Но мы все равно верим в свою команду, в тренера, что он нам поможет в игре. По сравнению с прошлым сезоном у ЖТСУ минимальные изменения в составе. В команду пришли блокирующая Валерия Чумак из Куаныша и украинский легионер Надежда Кадола. Кроме этого, после декретного отпуска в строй вернулась игрок национальной сборной Екатерина Жданова. Мы пробуем, играем, разные комбинации, всякие расстановки. Мы пробуем, пробуем, чтобы сделать хороший состав, чтобы получилось. Остался в команде и турецкий наставник ЖТСУ Бурхан Жанбулат. Интересный факт. В нашем чемпионате он работал три сезона, каждый из которых заканчивал с золотой медалью. Дважды он это делал с Алтаем. А в прошлом сезоне привел к титулу ЖТСУ. Однако этот поход станет для него, возможно, самым сложным. Ведь главный соперник силен, как никогда прежде. А карантин и все вытекающие из него обстоятельства сильно сказались на предсезонной подготовке. Даже если вы не живете в Алматинской области, но вам нравятся титулованные команды с богатой историей или красивые тренерские квесты, то становится очевидным, кому отдавать приоритет в национальной лиге. Идеальная команда для болельщиков-перфекционистов. Здесь все продумано до мелочей. Амбициозный молодой тренер Марко Кшич, который работал в тренерском штабе чемпионов мира. Потрясающая глубина состава под любого соперника. И, безусловно, лучший игрок чемпионата Казахстана в последние годы. Настоящий символ нашего волейбола. Так как тот сезон он не был закончен, и точки над «и» не были расставлены, поэтому мы очень сильно готовились, потому что в том сезоне нам не дали доиграть, хотя у нас игра только пошла. И поэтому я думаю, что в этом сезоне у нас будет лучше, чем в прошлом сезоне. Команда из Усть-Каменогорска также обошлась без большой перестройки состава. На матчах Кубка Либером Адина Бикет достойно выглядела заменой Татьяне Фендриковой. Не осталось сомнений в адаптации в новом клубе, блокирующей Полины Костилой. Я уже выступала с этой командой, и команда очень дружная, мне очень нравится, атмосфера как дома. Атмосфера как дома. На Кубке и Суперкубке Казахстана Алтай лишний раз подчеркнул обоснованность своих амбиций. Команда из Восточного Казахстана увезла из Тараза оба трофея, дважды одолев в решающих играх самого принципиального соперника – Житы Су. Вы же знаете, в Алтае всегда амбиции очень серьезные, только чемпионские амбиции. В прошлом сезоне из-за пандемии мы не завершили чемпионат, поэтому там результат, я считаю, должен был быть другой. Ну вот, мы сегодня доказали, в принципе, что такое Алтай. Итак, интрига нового чемпионата страны начинает закручиваться в Талдыкургане. Какие команды оправдают ожидания болельщиков? Какие новые звезды зажгутся в национальной линии? И кто примерит в конце сезона золотые медали? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в эфире телеканала КАСПОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok